Всем привет, меня зовут Диана, и сейчас вы смотрите канал Russian GoPro, и сегодня я наконец-то буду отвечать на вопрос, который интересует всех девушек, которые смотрят мой канал. Какие девушки нравятся корейским парням? Ну, мальчики, пожалуйста, никуда не уходите, оставайтесь со мной, дайте мне ещё пару минут, чтобы убедить вас, что вам тоже нужно посмотреть это видео. На самом деле, когда я пыталась спрашивать своих одноклассников, которые корейцы, какие нравятся девушки, какой там идеальный тип девушки, они чуть не переругались, ребят, серьёзно, это было плохо. Что в итоге привело меня к тому, что все парни разные, будь они корейцы или русские, или казахи, или так далее, американцы, не знаю, у каждого из них будет свой идеал и свои какие-то параметры, которые они ищут в девушке. Но, дабы ответить на ваш вопрос, я буду сегодня разговаривать о корейских стандартах красоты. Они относятся так же, как к парням, так и к девушкам, так что, парни, оставайтесь, смотрите. Но, прежде чем мы начнём, я опять-таки хочу сказать, что я очень много сейчас в этом видео буду обобщать, и это не есть правда для каждого корейца в этой стране, так что это просто идея обобщённая, которая есть в этом обществе, в котором я живу. Давайте начнём с того, вот вы увидели человека, и первое, что вы, наверное, заметите, это его рост, потому что, ну, как бы, по параметрам, это первое произойдётся в глаза. Так вот, в Корее очень любят высоких. Я девушка, скажу, среднего возраста, мне кажется, у нас в России, я метр сто семьдесят. Метр сто семьдесят. Хо, ну да, Диан. В общем, я метр семьдесят, сто семьдесят сантиметров, это мой рост, и я считаю, скорее, довольно-таки высокой девушкой, так что да, делайте выводы оттуда. Вообще, я хочу сказать, что более старшее поколение немножко ростом ниже, чем сейчас растущая молодёжь у нас, поэтому, да, все парни и девушки любят высоких парней. Тут есть одно но, мальчики предпочитают девушек, которые ниже их, хотя бы на голову, то есть вот это вот расстояние. Ну вот, вы увидели вашего собеседника нового, посмотрели на его рост, вы решили, понятно. Следующее, что бросается в глаза, я так думаю, это, как бы, параметры тела, то есть уже, насколько он худой или полный, или пухленький. Кореи очень любят худые боли, телосложения. Я скажу, что это прям до того, что это смотрится некрасиво, но, может быть, это неправда. Но даже посмотрите на эти корейские группы Сонюшу Тэ, Girls Generations. Но в Корее, да, любят очень худых, и до такой степени, что просто немножко полный человек может кому-то показаться, что у него проблемы со здоровьем. Хотя это совсем не так. Ну, вот такие вот корейцы. Вот вы посмотрели, что они высокие, вот вы видели, что они худые, и что идёт дальше? Конечно, лицо. Потому что, давайте согласимся, все с первым делом смотрят на внешность, и если ваша внешность не соответствует каким-то стандартам, то они захотят смотреть на вашу душу и внутренний мир. Но не об этом. В Корее очень любят маленькое лицо. Я, честно, вообще не понимаю, почему они так любят маленькую форму лица, но мне кажется, что это потому, что просто вся комплектация, комплектация, да, тела смотрится меньше, когда у тебя просто лицо поаккуратнее. Только лицо должно быть маленькое, но и вот эта часть нижняя, его должна иметь вот такую форму, то есть форму V. Это называется V-Line, и есть огромное количество косметических продуктов, которые обещают вам сделать её. Есть также операция, которая просто, я не знаю, что они здесь не делают вообще, но они, по-моему, что-то делают с костью, либо ботокс туда вносят, не знаю, но, в общем, да. Дальше по списку, так скажем, наверное, идут глаза, и желательно, чтобы они были большие, как вы догадались, и чтобы там было двойное веко. Опять-таки есть косметические продукты, которые делают это, и операции, естественно. Ещё есть такой небольшой трюк, который я тоже делаю, это цветные линзы, они как-то визуально делают ваши глаза больше, что я, в принципе, делаю каждый день. Во-первых, потому что мне интересна эта вещь, во-вторых, потому что я могу видеть, и это классно. Нос, корейцы считают, должен быть прямой и заострённый, как-то вот так. Мне, по крайней мере, показали так, если вы думаете, что это неправильно, то, может быть, это неправильно. Почему? Потому что у нас натурально, как бы, это, как называется, переносица не очень высокая. И да, губы у девушек, мальчики предпочитают аккуратные и маленькие, как, знаете, как у мраморных кукол. Вот такие губы. Не Анжелина Джоли стайл. Не пойдёт. Ну и, собственно, руки и пальцы скорее либо длинные и ровные и аккуратные. Почему? Потому что мне так сказали, не знаю, насколько это правда, но мне сказали, что на всё вот это можно сделать операцию. И на всё вот это тоже можно сделать операцию. Но именно руки на это пока ничего не продумали, поэтому когда у парня или у девушки красивые руки, это большой-большой плюс. Уверена, что есть ещё куча других стандартов, о которых я особо не знаю, но это те самые популярные, о которых я хотела поговорить с вами. Часто задаваемый вопрос также у меня на канале, это предпочтут ли корейцы выбрать иностранку, девушку или кореянку. Так вот, это всё зависит от парня, я уже вам говорила, но часто корейцы выбирают или предпочитают больше иностранок только потому, что она подходит по всем критериям, которые я перечислила заранее. Потому что они как бы иностранки, да, это вложено, это их внешность типична. Но если вам, девушки, таки попадутся парни, не надо. С чем они вам? Ну и напоследок я хочу обратиться к своим замечательным зрительницам и девушкам, которые меня спрашивают постоянно, задают мне эти вопросы. Никогда и ни за что не пытайтесь поменяться себя и не меняйте вообще ни в коем случае себя, только потому что кому-то так нравится. Вы все очень-очень красивые, я уверена, но то, над чем реально нужно работать, это оно вот тут. Потому что, да, конечно, мы все смотрим изначально на внешность, но если тут ничего нет, то кто? Кто? Кто захочет с вами общаться? Так что да, я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. И если у вас будут какие-то другие предпочтения, пожалуйста, напишите мне внизу в комментарии, я всё читаю. И, ребят, у нас почти 2000 подписчиков, я не могу, меня просто трясёт. Я даже не знаю, это как так? Вас так много, мне страшно. В общем, целую вас, всех обнимаю, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите мне внизу. Также внизу есть все ссылки на мои все социальные сети, если вам интересно, чем я занимаюсь, пожалуйста, пишитесь. И я пойду дальше заниматься своими делами. Всех вас очень-очень люблю, обнимаю, целую, с вами была Russian Gepo, это я, Russian Gepo, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok